Привет! У микрофона воевода, и мы продолжаем нашу партию за Византию 20 века. Уже минула одна великая война, но наша награда была недостаточной. Ни Базилевс, ни Георгис Космидис не простили бывших союзников. Византия выходит из Оси, чтобы отомстить Германии и Италии. Близится новое противостояние, и силы византийских легионов может и не хватить. В войне против всего мира им поможет только ваш лайк и подписка на канал. Первой напали греки на приграничные земли Италии. Для Муссолини это не было неожиданностью, это была бы битва двух римов, если бы германские и японские варвары не помогали итальянцам. Ближневосточный легион сходу взял Алепа, итальянские колониальные силы были слишком слабы для сопротивления. Но это второстепенный фронт, не заслуживающий нашего внимания. Почти все легионы Италии и Византии сосредоточились на Балканах. Туда же враги истянули всю авиацию, которую Византии нет, и противопоставить ей нечего. Идеальный обман и маневр, придуманный лучшими стратегами. Настоящий удар кулака Византии будет не по Балканам, а в самое сердце врага – Италию. Отряды смертников Димитра Сапсараса без труда высадили в Сицилию и в Неаполь. Он наш православный бог, лишь бы они продержались до прибытия обычной пехоты. На короткое время даже удалось взять Рим, но Муссолини там не было. Из больших городов парашютистов быстро выбили. И только на йоге с помощью солдат удалось закрепиться. Надо признать, Муссолини нас переиграл. Западные ромеи тоже не собирались наступать на Балканах. Они высадились в Малую Азию. К такому греческое командование было не готово. Начался переполох. Чтобы хоть как-то ослабить фронт в Италии и в Азии, на Балканах придется пойти в наступление. И хоть врага вдвою больше легионеров – это жалкие юнцы, а не наши закаленные в боях с турками ветераны. Ситуация складывается забавная. В Албании итальянцы разгромлены. Десять легионов попали в окружение. И даже стальные катафрактаты их не спасли. Но немного восточнее они уже пробили наш фронт и продвигаются к Константинополю. 25 августа 1941 года великий город пал. Венгерская кавалерия обнаружила его пустым. Базилевс и все население давно были эвакуированы в Азию. На фоне этой трагедии совсем были незамечены успехи в Италии. Коламбос Катемирош, как настоящий лев, рвал и металл итальянские части. Но окружение лишь ненадолго вносили сумятицу в ряды противника. Резервы Муссолини были неисчерпаемы. На Ближнем Востоке стратеги вообще не рассчитывали на успех. Но 10 когорт, набранные из славян, дошли аж до самого Суэца. И загнали итальянцев умирать в безлюдную пустыню. Хоть где-то Византия добилась успеха. Сказать то же самое при Итальянский фронт сложно. Шаг за шагом византийские войска продвигались с огромными потерями. Полгода ушло только на штурм столицы Древней Империи. Пока в мае 1942 года Рим не был взят греками вторично. Западная Римская империя оказалась небоеспособна и близка к тому, чтобы сдаться. Уже полтора миллиона ее солдат в плену в Малой Азии. Они трудятся в гулагах и выращивают шурму и кебабы для настоящих воинов, легионеров Византии. С такими потерями воевать за этого узрупатора Муссолини оказалось просто некому. Полное истощение сил Италии дало шанс на успешное наступление. Западные Римеи больше не могли сдерживать наш натиск. Их фронт поплыл. Остаются считанные дни до взятия Генуи. Но даже после этого Италия не сдается. Триумфом рачили печальные вести с Востока. Советский Союз, который стойко держался все это время, начал прогибаться под ударами Третьего Рейха. Они потеряли Москву. Что это значит для Византии? Германские дивизии скоро будут переброшены на Балканы. Диктатор Муссолини, видя неминуемое поражение, бежит в Берлин, оставляя своих солдат на призвол судьбы. Те-нибудь дураками сдаются? И все, что было захвачено Италией в Европе, становится владением Византии. До последнего не верилось в эту победу. В очередной раз Восточная империя побеждает Западную. Брошенные итальянцами, вся венгерская армия оказалась в окружении у Константинополя. Они поплатятся за взятие великого города. Но все это мелочи. Главное, что империя воссоединилась, и жители Западной части будут иметь такие же права, как и Восточной. Захваченные пленники отпущены, и большинство из них с удовольствием вступает в ряды византийских легионов. Пока эти самые легионы добивали венгров и освобождали Константинополь, на только что захваченные земли германцы начали тотальное контрнаступление. И тут византийский штаб допускает главную, смертельную ошибку. Попытавшись оборонять все только захваченные, новоприобретенные земли, фронт Византии был слишком растянут. И на уставших от марша, измотанных войной солдат, обрушились эти германские дикари с шестикратным преимуществом. Видя неудачи своей армии, Базилевс не спешил возвращаться в Константинополь. Он и главный штаб по-прежнему находились в Антиохии, в тысячах километрах от фронта. По сути, дальнейшая победа Византии зависела только от командиров на местах. В Альпах и Венеции они держались стойко на своих позициях, не уступая и пяде земли наступающим германцам. А на Балканах была настоящая катастрофа. Как бы хорошо ни сражались легионеры, у них не было ни шанса сдержать наступление. Фронт все больше откатывался на юг. Отступающие части даже не успевают закрепиться, как получают новую атаку. Легионы не справляются. Базилевс это понимает и по всему миру ищет союзников. На его зов откликаются немногие. Только диктатор Сальвадора вступает в альянс Римской империи. Для обороны Греции и Константинополя начинается строительство Великого Вала. Георгис Касмидис планирует замедлить фашистское наступление с его помощью. Но уже слишком поздно. Центральная часть фронта в Болгарии рухнула. Некому больше остановить немцев. Но еще не слишком поздно имперская авиация, захваченная у Италии, господствует в Альпах и даже бомбит Германию, пока все самолеты врага на Балканах. Тогда Базилевс готовит спасительный план, который одним ударом уничтожит Германию. 24 когорты парашютистов высадятся в ключевые города, положив конец администрации Третьего Рейха. Вначале нам действительно сопутствовала удача. Города Южной Германии были действительно захвачены. Завязались жаркие бои. Но где же остальные? В течение этих суток Берлин должен пасть. Погода спасла Германию. В Альпах началась настоящая снежная буря. И половина десанта так и осталась в Италии. А если серьезно, то я не понял прикола. Объясните мне в комментариях. План по спасению Византии провалился. Полмиллиона солдат на севере Италии оказались в окружении. Их надо срочно спасать. И произошло настоящее чудо. Немцы не стремились пойти в наступление. Их командующий Ромель был настоящий джентльмен. И все дивизии были благополучно эвакуированы на Сицилию. После падения фронта на Балканах, он был разделен на две части. Легионеры из последних сил защищали Константинополь и Грецию. Не хватало винтовок и боеприпасов. Византийская промышленность попросту не справлялась. Господь услышал наши молитвы. Враги ослабили свой натиск. Немецкие дивизии отчасти заменили итальянские туземные. Теперь обороняться гораздо проще. Но не могли же немцы уйти просто так. Их коварный план заключался в том, чтобы бросить все свои силы на осаду Константинополя. Великий город защищает 24 дивизии. И они не уступят и пяде земли. В Греции врагу тоже не пройти. Они сломают свои клыки, а наши горы. Только этого не хватало. Советский Союз вот-вот падет. Немецкие войска захватывают Кавказ. Для Византии это еще один фронт. Скоро наших сил будет просто не хватать на оборону. Даже в таких ужасных условиях Византийское командование проводит наступательные операции. Небольшими силами был отбит у итальянцев Кипр. Но в то же время потерян Константинополь. Отличный обмен. А впрочем, неважно. Столица Византии уже давно в Антиохии. Грекам просто не хватает сил. Итальянцы массово дезертируют. Георгису Космидису придется пойти на решительные, крайние меры. И наплевав на его идеологию, сделать иудеев, арабов и турков полноправными гражданами. Это даст новые рабочие руки на заводах и новых легионеров на полях сражений. Главная битва сейчас идет не на суше, а на море. Если наши Драмоны проиграют, то уже никакие горы не спасут Грецию. Хотя, спасут ли они? Советский Союз капитулирует. Византия осталась в одиночестве. И теперь вся военная машина Третьего Рейха будет оброшена на нее. Это странно. Но император Японии Хирохита проявил невиданную милость. И дал Сталину возможность править на его родине, в Еврейской автономной области. Там будет построен новый Советский Союз. Ах, да. После падения Союза больше никто не поставляет нам сырье. И производство Византии встало. Солдатам придется сражаться в рукопашную, как в старые добрые времена. И Византия могла бы держаться долго, если бы не одно но. Море мы потеряли. Две высадки, одна в Малую Азию, а вторая в Грецию, посеяли полнейший хаос. Паника, поражение и страх. Последние солдаты Византии закрепились в Афинах и на Ближнем Востоке, в Антиохе. Базилевс не выдержал напряжения и капитулировал перед Третьим Рейхом. Византия потеряла честь земель, но никуда не исчезла. Даже сохранила Константинополь, но стала жалким рионеткой Западного Рима. Последним независимым осколком Византии остался Сальвадор, все еще ведущий войну против Японии. Но это совсем другая история. Ставь лайк на видео, если оно тебе понравилось, и пиши в комментариях свои идеи для прохождения в Хойке. Отдельное спасибо Алексею Котову, Гостеру Чанлу, Кагринаку-13, Сане Агарову и Дармаузеру Камраду. А с вами был Воевода, спасибо за поддержку и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok